Умная техника, гениальные изобретения, нетривиальные решения и много высоких технологий. В эфире телеканала Хабар 24, проект ХайТек в студии Андрей Виноградов. В течение следующих нескольких минут мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Сегодня общаемся и колонизируем. Ну все, можете выключать свои смартфоны, он будет работать и без них. Разработчики WhatsApp после нескольких месяцев испытаний сообщили, что началось открытое бета-тестирование новой функции. Она позволяет переписываться в мессенджере на персональном компьютере без синхронизации с основным смартфоном. Ранее для работы мессенджера WhatsApp на компьютере необходимым условием была синхронизация с основным смартфоном при помощи QR-кода. Сессия не запускалась, если смартфон был отключен от интернета или батарея была разряжена. Теперь обязательное сопряжение компьютера и смартфона не требуется. После обновления программы каждое устройство, на котором пользователь захочет войти в свою учетную запись WhatsApp, получает индивидуальный идентификатор. Можно привязать до четырех устройств. У бета-версии пока есть ограничения, нельзя сделать основным устройством планшет, а пользователям смартфонов компании Apple нельзя будет удалять переписку и сообщение на других устройствах. Еще обязательно входить в свою учетку с основного смартфона один раз в 14 суток, иначе синхронизация всех устройств будет отключена. Чтобы начать тестирование новой функции, пользователю следует обновить WhatsApp до последней версии и в разделе основного меню «Связанные устройства» отсканировать QR-код, появляющийся в версии мессенджера для персонального компьютера. Где взять топливо на Марсе? Часть человечества явно собралась колонизировать Красную планету, но для этого экспедициям потребуется много топлива, в том числе для возвращения астронавтов на Землю. Ученые из технологического института в Джорджии разработали концепцию технологии, которая поможет получать энергоносители прямо на Марсе. Производить топливо для ракеты жидкий кислород планируется при помощи земных бактерий и имеющегося на Красной планете углекислого газа, замороженной воды, а также солнечного света. Ученые посчитали, что для доставки на Землю корабля с астронавтами и полезным грузом в 500 килограммов потребуется отправить земной корабль с полезной нагрузкой до 600 тонн. Стоимость экспедиции составит больше 8 миллиардов долларов. Сэкономить позволит альтернативная технология Технологического института Джорджии. Она предусматривает использование двух земных организмов для создания биологических реакторов. В них будет производиться кислород и биотопливо 2,3-бутендиол. На Земле это вещество используется для производства искусственной резины. Также может быть получен избыточный кислород массой до 44 тонн. Его можно использовать для поддержки земной колонии. В биореакторе будут трудиться доставленные из земли цианобактерии. Они способны извлекать углекислый газ из марсианской атмосферы и использовать солнечный свет для создания сахаров. Второй организм — модифицированная кишечная палочка. Она преобразует сахар в топливо. Размер биореактора сопоставим с размером нескольких футбольных полей. По заявлению ученых, новая технология на 30% эффективнее, чем работа каталитических установок по получению кислорода на Марсе при помощи метана, который придется доставлять с Земли. Сейчас разработчики стремятся повысить эффективность биореакторов и уменьшить их массу и размеры. Космический телескоп Джеймса Уэбба еще не покинул нашу планету, а ему уже готовят преемника. Причем преемник этот будет очень дорогим. Как и обычно, НАСА планирует использовать телескоп-гигант для обнаружения похожих на Землю экзопланет. Запуск космического телескопа Уэбба запланирован на декабрь этого года. Его строили много лет, а первоначальный запуск миссии был запланирован на 2007 год. Идея проекта возникла в 1996, так что неудивительно, что ученые уже планируют строительство еще одного телескопа, который позволит нам лучше понять, как устроен наш мир. Американское космическое агентство сообщило, что проектные работы могут начаться до 2030 года. Все может измениться, а сроки могут сдвинуть. Однако пока еще не названные проекты и поставленные перед ним цели уже впечатляют. Как и цена гиганта. По предварительным подсчетам, преемник космического телескопа Джеймса Уэбба будет стоить около 11 миллиардов долларов. Аппарат позволит фотографировать внесолнечные планеты, так называемые экзопланеты, похожие на Землю, которые могут быть обитаемыми. Субтитры создавал DimaTorzok